Сегодня, 7 ноября, одна из самых ярких в нашей истории памятных дат. 101 год прошел с момента Октябрьского переворота. О прошлом и настоящем празднике в нашем сюжете. 25-26 октября 1917 года по старому стилю, 7-8 ноября по-новому, произошел захват власти. Отряды под руководством Петроградского совета взяли под свой контроль вокзалы, электростанцию, телефонную станцию, телеграф и все это без единого выстрела. Временное правительство во главе с Керенским опомнилось, когда в Зимнем дворце отключили телефонный свет. На территории современной Чувашии в те дни практически ничего не происходило. Основные политические события разворачивались в губернских центрах Казани и Симбирске. К февралю 1917 года уже сформировалась чувашская интеллигенция, поддерживающая революционные идеи. Гавриил Алюнов, Дмитрий Петров-Юман, Александр Краснов, Петр Федоров. Это всего лишь малая часть имен, к сожалению, сегодня практически забытых. Причина в их политической принадлежности. Большая часть из них входила в этот чувашский левосоциалистический комитет, который был в первое время своего существования относительно демократической площадки, где сталкивались интересы и большевиков, и левых эсеров, и беспартийных, и крестьяне там могли выступать со своими лозунгами. И вот это все там переваривалось, формировалась какая-то определенная политическая платформа. Но когда вот произошел Октябрьский переворот или Октябрьская революция, в зависимости от того, кто на какой идеологической платформе сейчас стоит, и началось вот это отторжение левых эсеров от большевиков, соответственно, разошлись и взгляды всех на то, кто эти люди. Начиная с 1917 года большевики и их политические наследники, коммунисты, неоднократно переписывали историю нашей страны, вымарывая одни именно и добавляя другие. С 1991 года, когда после попытки государственного переворота КПСС была упразднена, а партийные архивы национализированы, началась массовая публикация засекреченных ранее документов о деятельности правящей партии. Для подавляющего большинства граждан это стало потрясением. Неудивительно, что идеологическая составляющая 7 ноября постоянно менялась. Только Борис Ельцин успел дать празднику два новых названия. Сначала День освобождения Москвы силами народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов, а спустя год День согласия и примирения. В 2004-м Владимир Путин включил 7 ноября в список Дней воинской славы в честь знаменитого парада в Москве, когда воинские формирования и ополченцы прямо с Красной площади уходили на фронт. Но, как бы ни назывался праздник, он навсегда останется днем нашей памяти, опыта и избавления от повторения ошибок.